Привет, дорогие друзья! А вот и продолжение нашей истории Что случилось в Харькове? Ребята здесь, как они мне сообщили, они борются с наркоторговлей и написали, что они шантажировали шантажировали охрану Пети и шантаж, в принципе, сработал на самом деле, первоначально их никуда не пропускали, то есть они говорили мы реальные общественники, мы хотим пройти нет, проходят только бабушки которые машут и улыбаются улыбаются и машут С утра мы приехали под филармонию, знаю, что там будет президент Нас категорически ни местные правоохранители, ни охрана президента не пускала к президенту, то есть нас даже в массовку не пускали, чтобы мы ни в коем случае президенту не сказали о торговле наркотиков и не задали неудобные вопросы А вот, собственно, сам шантаж охраны Порошенко Я повторяю, он сработал, потому что у них получилось и в итоге он таки подошел к ним Договорились, давайте теперь Давайте определимся так Я вам сказал, что я делаю Я вам говорю откровенно Есть тема, что платят 15 тысяч шарии за вопрос президенту Мы его задавать не будем Сразу могу сказать У нас вопрос конкретно по наркотикам Но если вы нас обмарите Я с транспарантами этот вопрос сейчас начну задавать Теперь смотрите Это джипельменское соглашение Мы офицера вас обманывать не будем Если президент с нами поговорит по поводу наркомании и всего, что в городе Мы не будем про шария спрашивать Теперь давайте мы Если не пропустите будем задавать вопрос про шария Окей, все хорошо, Порошенко Как вам подойдет Если что, знайте, используйте без проблем, я не обижаюсь Но, что же случилось с нашим парнем Которого утащили прямо по асфальту Начупайте меня Начупайте меня Вы что делаете Его повязали Повязали, отобрали телефон Вы спросите, по какому праву Почему? Да не спрашивайте Это же Украина Что делаете? Забирай его Алло, где? Забирай его Беломальный Берите мне телефон Телефон у меня Не переживай Значит, смотри Телефон у меня Полиция дашь Ну вот Один из наших людей Все-таки Прорывается И звучит тот самый вопрос Тут я с нескольких ракурсов покажу Потому что, ну, это круто, мне кажется Петр Алексеевич, почему вы преследуете Анатолия Шария? Петр Алексеевич Петр Алексеевич Почему вы кричите? Зачем ты кричишь? Ну, зачем ты? Ну, что, ну, кричу Я имею право Не, не имеете, просто Ну, запишитесь Обращение официальное сделайте Петр Алексеевич, почему вы так делаете? Преследуете Анатолия Шария? Зачем вы это делаете? Петр Алексеевич Это вы хорошо поступаете? Я не пойму А он слышит Слышит она Слышит А слышите? Еще звучит голос чей-то И еще один Да, Петя Обложили? Обложили? Вот теперь везде так будет Везде, куда ты не приедешь Плюс у нас уже небольшой фонд будет организован Я тебе говорю Петя Столько желающих будет И каждый тебя будет загонять Каждый Петя, проще было извиниться Ну, я не знаю Может быть уже поздно После тех шагов новых Которые ты делаешь в мой адрес Ну Не знаю Поздно или не поздно Потом решу, Петя, если что Окей? Петр Алексеевич Почему преследует тебя Анатолия Шария? Не снимай-то, просто Петр, не трожь меня Не трожь меня Петр Алексеевич Почему преследует тебя Анатолия Шария? Ответьте, пожалуйста Петр Алексеевич Петр Алексеевич Как дела проходят в суде? О, чу Да там же еще и девушка Задает вопрос И таким образом Пете задали вопрос с трех сторон Не скрыться, Петя Тебе придется оцеплять Ну, делать оцепление За километр от того здания Ко ты собираешься войти Вот так вот оно бывает Так оно бывает Ты же президент всех украинцев Те, которые тебе вопрос задают Они, что же украинцы? Или нет? Нет Потому что дальше вы услышите Что Петя предлагает людям Которые задают вопрос про Шария Ехать в Россию Почему? Петя Ты туда едь Ты ж там бизнес вел Дорогая, шо они робят? Они просто тебя зажали Зажали и все И отбирают у тебя телефон Чтобы ты, не дай бог Не сняла Петю Когда ты ему задаешь вопрос Это же очевидно Чому человек не подожди? Сховайте, будь ласка, телефон Куда я его подожила? Сумышкой Сховайте, будь ласка, телефон Сумышкой Ви скажи, что Тут вы подбываете А потом я сховаю Серйозно Не надо снимать Будь ласка Я буду снимать Вибачите Я розумію, это ваша работа Але все ж таки А вы что возьмете? Для себя Для себя? Вы пишите телефон Для памяти? По-нормально По-хорошему Я несовершеннолетняя Вы не имеете права Мне трогать Да? Да? Несовершеннолетняя? Да Там ничего Я бы не сказал Вот блин Вроде бы какие 16 лет Так нехорошо получилось По-нормальному И по-хорошему Просим выключить телефон В телефоне Нет у нее пистолета В телефоне Нет гранаты Это не опасное Никакое Что вы хотите от нее? Ну стоит она с телефоном И что дальше? Снимет она вашего Порошенко И что произойдет? Я такого еще не встречал Ну, до Украины Где хлопцы? Где ты? Где двое хлопцев? Где? Звучайник Я как вы тюрьки что? Где хлопцы? Где хлопцы? Хлопцы вспаковали Двоих утащили Потому что они хотели снять Солнце Ликова Только что двоих ребят Куда-то увели И просто взяли за руки Это имеется ввиду Вот эти вот ребята Но Петя думал Что уже ну все Там запаковали Кучу уже студентов Все Можно отправиться В другую локацию И там уже выдохнуть В окружении Свезенных бабушек И бюджетников Да не тут-то было Блин, да что ж такое Да что ж такое Какой неприветливый Харьков Петр Алексеевич Как насчет шария Долго будете его преследовать? Вам все равно не заплатят Хорошо, хорошо Езжайте в Россию Хорошо Езжайте в Россию Почему он должен ехать в Россию? Почему коренной харьковчанин Должен ехать в Россию? И почему не заплатят? Петя, хватит это говорить Но выглядишь смешно Я плачу По долгам, по счетам Если я даю слово То я делаю В отличие от тебя, Петя Хватит меня преследовать? Хватит Стоп, остановись Уволь тех мразей Которые были повинны В этой грязной истории За которую ты сейчас и наказан И как бы отступись Все, хватит Ты продолжаешь? Ну Педалируешь ситуацию? Так и я буду педалировать ситуацию Что думаешь, ты такой царь земли? Царь горы или что? Нет Ты просто миллиардер Наворовавшийся на моей стране А я ее гражданин Смотри, как неприятно, да? Ну неприятно же, Петя Что за бомбов Катюганзюк? Петр Алексеевич Петр Алексеевич У нас в Харькове Наркобарыги номер один Со всех сторон Ну и на кадры Когда реально со всех сторон Это уже с третьего ракурса Тебе кричат со всех сторон про меня Я могу смотреть Ну не вечно, но долго Петр Алексеевич Когда вы извинитесь перед Анатолием Шариев Мы будем продолжать Мы будем продолжать Ты тоже можешь продолжать, Петя Я знаю, что ты смотришь Я знаю, что вы задумали Я знаю каждый ваш шаг И я скоро, конечно же Это все вывалю и покажу На самом деле Ты не понимаешь одного Я нахожусь в Европе Петя Каждое твое движение Будет играть против тебя А уж то, что я умею Поднимать волну Ну я думаю тебе Не тебе сомневаться Я подниму такую волну Что она тебя нафиг сметет Тебе 45 дней до дембеля Дотерпи уже И извинись наконец Ты же потом, ты понимаешь Там же еще дальше будет продолжение После того, как ты вылетишь из этого кресла Там же будет продолжение Что с тобой делать, да? Петя, извинись Просто извинись Скажи, да, я был неправ Уволь березовцов Все вот это вот Все это дерьмо Которое было замешано В грязной истории Ну и иди себе С миром А до тех пор Петр Алексеевич Да? Вздрагивай Все, подписывайтесь Чтобы ничего не пропустить У нас тут весело Пока У нас тут весело Врусский умер Субтитры создавал DimaTorzok